Я говорю, расскажешь? Он говорит, нет, ты рассказывай сама, я буду там и на кнопочки нажимать. Да, это брат, который сидит немножко всегда спиной к остальным. Но я верю, что мы переделаем этот стол, мы будем видеть его лицо. Готовы, да, Александр? Вот, начинаю. Наталья, это текст основное тебе на завтра. Начало. У нас хорошие новости. Наш церковный канал набрал 1012 подписчиков. Наш церковный канал набрал 1012 подписчиков. Например, 23 человека за последние 28 дней. Аллилуйя. Можно я скажу? Да. Призываю всех писать комментарии. Аминь. Аминь. Ставь лайки. Аминь. 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 Да, вот на экране результаты работы церковного канала на Ютубе. Видно, все у меня тут все написано, мне Александр все скинул. Видно, что за все 12 лет, 12 лет работы канала есть неуклонный рост. Он медленный, но рост есть. Видите график? Смотрите, как мы раскачивались медленно. Ну, мы для начала начинали с обычной видеокамеры, у нас не было денег. Пастору ему же не рвется спокойно. Он говорит, надо начинать записывать видео. Денег на камеру нет. Ну, мы тогда ориентировали зал. Ну, говорю, ну, будем молиться. Мы начали молиться. Бог дал бизнесмена. А у нас такая коробочка маленькая для пожертвований была. И он взял и говорит, что у вас за коробка? У меня деньги не влезают в нее. Открыл коробку, положил и закрыл ее. И там деньги были точно на первую видеокамеру. Вот, мы начинали вот с такой в подвале, с такой страшной. Ну, она новая, но такая любительская видеокамера была. Но потом начали мы потихонечку раскачиваться. Смотрите, вот семерка лидеров за последнюю неделю. Ну, то есть, у кого больше всего просмотров? Это наши, конечно, фавориты, да? Как у нас Санта-Клаус сказал, фавориты. Я между... А? Вот. Да, короче, вот эта вот песня всем понравилась. Будем петь, петь, петь. Ну, наверное, это позитивчик понравился. Второе место по просмотру. Бог живой. Воскресное прославление в церкви. Ой, я даже вошла туда немножко. Вот. Знаете, кто больше всего набрал просмотров проповедник? Какой? Анна Плешу. Ни или Анна не Плешу. Ну, да, кстати, я хочу сказать, что у нас проповедующих все больше и больше. У нас уже рвется в бой Санер. Так что, Санер, ты, у тебя есть возможность. Да, он уже сегодня рвался. Я говорю, подожди, у нас очередь. У нас уже, если что, очередь из проповедующих. Слава Богу. Да, что, братья, подтянитесь. Сестра вышла, раз, и на первое место вылезла. Четвертое место. Песня «Скажи, ну, кто тебя сюда зовет?» Сейчас я расскажу. Прикол. Да, сколько ей лет она работает. Короче, вот интересно. Ну, кто знает пастора Дэви, да, у него Арина Саманим, его жена. Саманим – это по-корейски жена пастора. Это как должность, да, или звание. Вот, и она говорит, мы, у нас открывалась в Америке новая домашка, и нас пригласили. Проводить было некому, но люди предоставили свой дом и пригласили людей. Мы приехали, прославителей нет, и они говорят, ну, давайте мы войдем в YouTube, найдем песню знакомую, которую мы все знаем, и там будут петь, и мы с ними подпоем им. Они вводят песню «Скажи, кто тебя сюда влечет?» Ну, и такая, и мы такие, хопа, на экране. И они, о-о-о, снимают и отправляют мне видео, как они нас смотрят и поют вместе с нами. Так что песня рабочая, там у нас и бубен не в такт, кстати, был. Никак не могла научить Любу бить в такт. Ну, вот, оказывается, вот не это, не это главное, да. Ну, потом, наконец-то, пастор тоже, слово пастор. Тоже смотрят. Нет, не на последнем, на пятом. И потом опять шестое, опять прославление, седьмое место прославление. Слава Богу, да. Я хочу сказать, что, конечно, сейчас немножко про звук, да. Мы раньше записывали, вообще, оказывается, с ужасным звуком, да. Вот, кто-то говорит, включил наушники, в одном наушнике идем, на втором нет, оказывается, по какому-то одному каналу. Ну, слава Богу, Бог дал Алексея, который... Да, ушел. Алексей, опять все про тебя, все к тебе опять. Да, 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 да. Слышал, да, сколько у нас подписчиков? Да, вообще. Алёха, подожди, подожди. Первый, который с графиками роста. Вот если вы увидите, где пошел большой рост, это он как раз, когда Алёха занялся звуком. Вообще, это очень важно. Следующее, это кто нас больше всего смотрит? Россия, ну, понятно, там и численность, да, население больше, Украина. Болгария, тоже, слава Богу, смотрит Болгария нас. Германия и даже, даже Соединенные Штаты нас смотрят. Аллилуйя. Да, следующее, что там, сейчас посмотрю, мне там скромный наш Александр Володин что-то написал. Второе, второе, это результаты, у нас еще сайт есть. Это результаты работы нашего церковного сайта. В среднем в месяц 4 тысячи пользователей читают наш сайт. Еще раз, в среднем в месяц 4 тысячи пользователей читают наш сайт. Да. Ну, читают это в смысле. Да, там даже и читать, и слушать, и смотреть есть что. Итак, кто в основном, да, смотрит? Это, ну да, это в основном Россия, конечно, топ. Польша и Украина, да. Да. А, ну там в Польше украинцев, да, наверное, много, да. Ну тоже в целом, да, в целом тогда украинцев больше, да. А, и белорусов там, да, и белорусы. Так, дальше поехали, что тут? Все? Так, ну это еще не все. Нет, это еще не все. Смотрите. Это мы, наше видео, транслируется через БХТВ. БХТВ использует спутник Туркменистана. И все наши передачи через БХТВ смотрит церковь в Туркменистане. Ну там рядом вся Средняя Азия. Мы об этом не знали, потому что у нас не было обратной связи. Абичка уже готова аплодировать, молодец. И смотрите, мне написал брат из Туркменистана. Он говорит, мы молимся, мы смотрим вас постоянно по телевизору. Это только наша домашка, это не церковь, это наша домашка. Мы молимся за вашу церковь, смотрим вас, слушаем постоянно. Аллилуйя, да? Вообще, слава Богу. Ахва, то есть это не только Америка, но и Туркменистан еще там практически до Китая. Аллилуйя! Аллилуйя! И это еще не все, да? Сейчас Стася, ну вы помните, да, Стася Полянская, она ведет у нас Инстаграм наш. Неправильно я сказала? А, Полятика, Полятика. Полятика. Она ведет Инстаграм-канал, да? Сейчас вот мне этот, она мне пишет. Наташа, Эдди пишет, подсоедините меня к Инстаграм, я хочу смотреть одновременно с церковью. То есть есть люди, которые ходят на молодежные собрания, наши, например, клиенты наши, да, те, которые были в лагере когда-то, молодежь, но они еще не решаются прийти в церковь. Это, в принципе, нормально, потому что, знаете, в церкви человек, он чувствует, что здесь святость, да? И если его что-то удерживает, но он понимает, что ему нужно с чем-то будет попрощаться, и, естественно, это рост. Ну кто-то сразу прибегает, а кому-то нужно время. И вот они, кому-то страшно прийти в церковь, звучит так. Я раньше очень боялась в церковь прийти, да. Я когда подошла к церкви, меня две бабушки под ручки так подхватили, и давай-давай-давай с нами, да. У нас было водное крещение сразу после Трэздиаса. Улю надо позвать. Ульяна. Ульяна, да. Уля! По очереди сначала Алексея, потом... Сейчас всех с кухни соберем. Веду. У нас после Трэздиаса в Турции в сентябре было водное крещение, где два человека наших приняли водное крещение. Уля и Ольга. Но Уля уехала в Россию. Мы уехали... Короче, где-то нас мотало, да, месяц. Потом мы приехали, заботы, то, сё, и мы всё забывали вручить сертификат. Но когда она поменяла фамилию, мы поняли, что мы не случайно забывали, стали вручить сертификат. И мы хотели бы вручить... Оля, к сожалению, приболела. Мы хотели бы вручить вот этот сертификат тебе, Уля. Как, ну, я знаю, что на небесах там точно всё это записано. Но как напоминание, что ты заключила завет с Господом в обещании служить Ему доброй совестью. И что нас радует, что мы уже видим твоё служение, которое проявляется в вкусной еде. Спасибо тебе. Не, это свидетельство... А, ну да, это в два в одном, в принципе, да. Дата сентябрьская, чтоб ты не забывала. Да. Спасибо. Слава Богу. Ну что, всё? Всё на этом. Сейчас мы плавненько переходим... А, да, поставим...